МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. Крупные аварии за гололедицы. Большие грузы выгорели до тла, если пострадавшие. Продолжают борьбу с наледью. Самые оживленные магистрали города посыпают новым реагентом. О его преимуществах расскажут дорожники. Мусор на весы. У многоэтажек проводят замеры, чтобы позже пересмотреть тариф. Должник далеко не уедет, вычислят по номеру. Судебные приставы вышли на дороге, вооружившись мобильным приложением. Мелочи, а приятно. А мечи обменяют монеты на памятные купюры, когда стартует новая акция. Информацию о том, что пассажир одного из автомобилей сгорел заживо, в МЧС не подтвердили. Становятся известны подробности крупной аварии на федеральной трассе Омск-Тюмень. Во вторник вечером вблизи политотдела в Любинском районе произошло ДТП. От столкновения двух больших грузов вспыхнул пожар. Погибших нет. Возгорание было настолько серьезным, что дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях. Одна из фур была припаркована на обочине, когда другая врезалась в нее. Известно, что одна грузовая машина перевозила бумагу, вторая – товары народного потребления. К месту ДТП выезжала скорая и пожарная, госпитализирован водитель. По предположению полицейских, ЧП могло случиться из-за несоблюдения дистанции. Это учитывая то, что весь день накануне госавтоинспекторы предупреждали водителей о сложной дорожной обстановке. Из-за гололедицы и рекомендовали сменить стиль вождения. Именно высокая скорость и неверно рассчитанная дистанция сейчас могут сыграть злую шутку с автовладельцами. Между тем, сложная дорожная ситуация сохраняется уже больше суток. Ледяной коркой покрыты магистрали и тротуары. Коммунальные службы пытаются бороться с гололедицей, работают в ночную смену. А сегодня утром применили новый реагент. Во-первых, расход позволяет очень сильно уменьшить расход. И, соответственно, мы экономим на машиночасах. То есть одной машиной можно обрабатывать гораздо большую площадь. Во-вторых, это отсутствие грязи. Новый реагент полностью растворяется в растапливаемом снеге и убирается через ливневую канализацию. По экологичности он не наносит вреда зелёным насаждениям. То есть при попадании на газоны, деревья, цветы он выступает даже как удобрение. В первую очередь обрабатывают мосты, путепроводы и маршруты, по которым ходит общественный транспорт. Дорожники наладили оперативную связь с госавтоинспекторами. Они обмениваются информацией о потенциально опасных участках, где образовалось налить, а после устраняют её. Из-за гололедицы поток в травмпункт увеличился на четверть. Большая часть пострадавших – пожилые люди. Только за вчерашний день в травмпункт одной больницы обратилось больше 60 человек с растяжениями и переломами. Врачи рекомендуют людям возрасте пока не выходить из дома без лишней необходимости, чтобы не рисковать. Либо пользоваться специальными средствами защиты, например, ледоступами. В Омске начались замеры твёрдых коммунальных отходов. Это нужно, чтобы скорректировать норматив накопления мусора. Сегодня специалисты работают на площадках у многоэтажек по улице Завертяева. Взвешивать контейнеры с мусором здесь будут в течение недели. Измеряют отходы с помощью специальных весов, а весь процесс фиксируют на видео. Работы проводят около 20 человек. Это замерщики и контролёры. Мы прожили и пережили все этапы формирования мусорной реформы. То есть, помню, когда ещё платили жителей порядка 39 рублей, 40 рублей как бы с квартиры. То есть, и пришли уже, ну говоря, больше 100 рублей. Поэтому тема для нас это наболевшая, актуальная. Ну и жители, конечно, поддержали нас, чтобы, скажем, самим уже убедиться, сколько стоит мусор у нас в итоге. Измерения уже провели в Умском, Тюкалинском, Кормиловском и Калачинском районах. На очереди Любинский и Колосовский. И это будет информация по мусору за осень. А вот за зимний период собирать данные начнут в декабре. На каждое время года будет свой норматив. Напомню, что работы эти начали по инициативе губернатора. Александр Бурков заявил, что сейчас цифры в квитанциях явно завышены. 6 литров на человека в сутки. Это целое ведро. Поэтому по завершении экспертизы мусорный норматив пересчитают. А вслед за этим изменится и плата омичей за вывоз бытовых отходов. Ситуацию в детском саду номер 344, где воспитатель заставляла малышей вытаскивать игрушки из унитаза, взяла на контроль детский омбудсмен Елизавета Степкина. Об инциденте, который произошел в одной из групп дошкольного учреждения, рассказал сегодня в социальных сетях отец одного из мальчиков. По его словам, прямо во время обеда педагог заставила группу малышей достать из унитаза игрушки, которые туда ради шалости бросили другие дети. Мужчину такие меры воспитания поразили. Чтобы разобраться в ситуацию, он обратился в департамент образования и к детскому омбудсмену. Как заявила Елизавета Степкина, цитирую, будет проведена проверка с представителями учредителя дошкольного образовательного учреждения Омска. Ситуация находится у нас на контроле. Свою проверку проводит и профильное ведомство. Драгостоящий препарат для инвалида первой группы доставили из Москвы. Амич Кульгубеляева обратилась в редакцию 12 канала с просьбой о помощи в конце октября. Она страдает сахарным диабетом и почечной недостаточностью. В сентябре женщине на врачебной комиссии выписали жизненно необходимые лекарства. Стоимость одной упаковки 12 тысяч рублей. Однако в местной поликлинике в льготной выдаче отказали. Журналисты 12 канала за разъяснением обратились в региональный Минздрав. Специалисты пообещали разобраться в ситуации. И вот вчера пациентка получила препарат. К минимуму появляется надежда, что какой-то ряд проблем отступит. Что ухудшение, оно тоже хотя бы временно, на какой-то срок отступит. Александр Бурков вошел в тройку лидеров глав сибирских регионов. Рейтинг губернаторов по итогам октября составила компания «Медиалогия». Среди важных событий эксперты отметили обсуждение вопросов экологии на встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и полпредом президента в Сибири Сергея Миняйла. Сказалось на рейтинге инспекция ремонта фасадов, которую Бурков провел лично. В результате во всероссийском рейтинге омский глава региона всего за месяц поднялся на 10 строчек и замкнул тройку лидеров по Сибири. Найдут должника в считанные секунды с помощью мобильного приложения. Судебные приставы для поимки неплательщика вышли в рейд вместе с госавтоинспекторами, вооружившись смартфонами. Стоит только ввести номер авто в специальную строку и в базе практически сразу отобразится вся информация о задолженностях водителя, если такие есть. По избежанию применения мер принудительного исполнения, таких как арест имущества и его изъятие. Мы рекомендуем гражданам самостоятельно проверять наличие своей задолженности с помощью интернет-ресурса Банк данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России Полонской области. Судебные приставы сегодня проверили более 200 водителей. Почти половина из них оказались должниками по коммуналке, кредитам и алиментам. Крайние меры, такие как конфискация машин к неплательщикам, в этот раз применять не стали, но всем без исключения выписали повестки. В самое ближайшее время они обязаны явиться в службу судебных приставов для погашения штрафов. Дорогу памяти прокладывают и мечи. В регионе стартовала акция, которая увековечит имена участников Великой Отечественной войны. Приурочили ее к 75-летию Великой Победы. В результате должна появиться единая база биографических сведений, архивных документов и фотографий, которая ляжет в основе мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России в Москве. На сегодня уже собрано больше 3000 персональных материалов и более 200 фотографий. Причем это не только биографические данные, но и электронные копии, письма, открыток военных времен, удостоверений, наградных листов. Сведения можно приносить в администрацию Октябрьского округа и в военный комиссариат Ленинского и Октябрьского округов на улице Рождественского, 4. Телефон для справки 4156-00. В Омске уже подготовили к работе 6 снежных полигонов. Площадки для сбора находятся во всех округах города. Первые крупные снегопады в регионе обещают уже в начале следующей недели, так что Амичам советуют не затягивать с приобретением талонов на вывоз снега. Взять их можно в окружных администрациях. И вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Скандал в Красноярке. По словам местных жителей, за стадионом устроили горку из кладбищенской земли, в перемешку с ритуальным мусором. Вот под этой кучей глина скрываются с кладбища венки старые и кресты. Венки, цветы. Даже железные столбы от старых оградок. По словам администрации поселения, мусор природный. С территории кладбища просто вывезли доски, ветки и корни деревьев, и все это засыпано обычной землей. Юлия Думанова попробовала докопаться до истины. Попали в беду, шли те деньги. Хакеры придумывают все более изощренные способы выманивания финансов у людей. Там мои данные были использованы. Там была фотография моей дочери, соответственно, эмоциональный текст очень написан. Вот. Многие уже говорят, что готовы были выслать действительно денег. Что должен предпринять владелица взломанной в интернете страницы, и как действовать тем, к кому обратились за помощью? Анна Кокорина проконсультировалась с айтишниками в погонах и выяснила, как не попасться на удочку кибермошенников. Быстро растирающуюся дорожную разметку проверит прокуратура. На некоторых участках свежую краску, которую нанесли буквально несколько недель назад, уже едва видно. И это учитывая то, что по технологии именно такая разметка дорог должна быть долговременной. В этом сезоне линии должны были нанести на двухстах отрезковых дорог. 70 из них покрыли термопластиком. В рейд прокуроры выйдут вместе с инспекторами ГИБДД. Специалисты осмотрят участки, на которые поступило большее количество жалоб, и оценят работу подрядчиков. Будет производиться фотофиксация тех мест, где разметка уже либо стерлась, либо нанесена некачественно, и предполагается, что она, скажем так, не выдержит гарантийного срока. И уже будет в целом оцениваться законность тех или иных действий. Если говорить об ответственности, то в первую очередь, конечно же, необходимо будет обеспечить в первую очередь безопасность дорожного движения. То есть мерами прокурорского реагирования будем требовать устранить нарушения путем как проведения гарантийного ремонта, имеется в виду гарантийных работ по замене соответствующих некачественных материалов. Ну и в зависимости от этого возможен и судебный способ понуждения. А вот убирать с дорог лишнюю разметку теперь будет демаркировочная машина, устройство будет удалять прошлогодние полосы. В этом сезоне МТ часто жаловались на двойную разметку. Дело в том, что перед нанесением свежей старую подрядчик не убирает. С появлением спецмашины лишней разметки на дорогах не будет. В Омске прошел форум волонтеров краеведческой работы. На протяжении дня школьники и студенты изучали инновационные технологии и проводили исследования. Добровольцы прошли обучение по использованию IT-инструмента в краеведческой работе. На практике ребята попробовали аэронавигационную съемку, используя беспилотники, посетили виртуальные музеи. Проект «Интерактивная школа волонтеров краеведческой работы Сибирского федерального округа» стал победителем конкурса на субсидии из федерального бюджета. Памятные купюры дадут за монеты. Обменять мелочи мечи смогут в 15 банках. За горсть монет выдадут необычные банкноты. Сумму также можно внести на счет или оплатить ей различные квитанции. По данным экспертов, в копилках россиян ежегодно оседает практически пятая часть выпущенных монет. И это при том, что металлические деньги легче использовать в расчетах, и служат они гораздо дольше купюр. Нынешнюю акцию в регионе проведут во второй раз. Стартует она на следующей неделе. Ну а в апреле амичи сдали в банке почти 770 тысяч монет на полтора миллиона рублей. Авторы трилогии «Столпы Севера» заканчивают монтаж второго фильма. Премьера состоится в эту субботу на 12-м канале. Картина называется «Венец Екатерины» и посвящена еще одному уникальному храму области, строению больше 150 лет. В фильме собраны все подробности его истории. Никита Гайдаш о том, как проходили съемки, и какой необычный артефакт удалось увидеть авторам фильма своими глазами. Монтаж картины на финальной стадии. Эту часть трилогии снимали дольше всего. Съемочная группа трижды выезжала в Тарский район. Все для того, чтобы рассказать зрителям об уникальном памятнике деревянного зодчества на севере области. Он назван в честь великомученицы Екатерины и является самым большим по размерам сельским храмом в Сибири. Съемки, поражающие своим размахом и уникальными кадрами – визитная карточка работы. Нам, как городским жителям, очень редко можно увидеть такую красоту. Даже если выезжаем недалеко за городом, где-то на дачу, живности не так много мы замечаем. А здесь практически в каждом кадре удивительно, что то пчела, то бабочка, то еще что-то. То есть у нас каждый кадр наполнен какой-то динамикой внутренней. Будет интересно смотреть. И природа в нашей области очень уникальна. И многие люди, я уверен, не видели такого вообще в жизни никогда и нигде. Ну вот у них будет такая возможность. Храм очень большой. В целях экономии тепла здание, приспособленное под клуб в годы советской власти, было лишено колокольни, купола и внутренних опорных колонн. Первозданный облик зрители фильма смогут увидеть благодаря компьютерной графике. Но сохранилось другое. Съемочной группе показали так называемый паспорт церкви. Небольшую медную пластину, на которой указаны все данные о храме. Ее заложили при строительстве. Нашли уже через много лет, когда разбирали иконостас. По словам автора фильма Натальи Измаги, омичи должны знать о таких уникальных местах региона. Это неотъемлемая часть истории. Прихожан там мало. Но мы все, жители Омской области, должны как-то сплотиться, чтобы сохранить эту жемчужину. Потому что храм действительно уникальный, у него такая история потрясающая. Этот фильм-трилогий нужно посмотреть обязательно всем. Верующим и неверующим, крещённым и некрещённым. Потому что это история нашего края. Можно, не выходя из дома, познакомиться с историей, побывать, ну пусть не в музее, но увидеть на экране вот эту красоту нашей природы и узнать побольше об истории сибирского края. Новый фильм-трилогий называется «Столпы севера. Венец Екатерины». Премьера состоится на нашем канале уже в эту субботу, 16 ноября. Никита Гайдаш, Павел Манжос, 12 канал. Омск 100 лет назад глазами французского интервента. Жан-Батис де Лаше в 1905 году во Франции поступил на военную службу, окончил кавалерийское училище. В 1919 году в составе полка был направлен в Сибирь для поддержки белогвардейцев. Он проехал почти всю Россию, запечатлев путь на камеру. На его фотографиях Дальний Восток, Екатеринбург и Омск. В наш город французский полк прибыл в мае 19-го. На снимках можно увидеть город времен гражданской войны, Успенский собор еще до его разрушения, конные полки на центральной улице, многочисленные пароходы на РТШ и люди, в основном в военной форме. Оцифрованный альбом под названием «Сибирь» можно посмотреть в открытом доступе на сайте французского архива. Ястребы вернулись с золотом из Канады. В аэропорту их встретили родные, друзья и журналисты. Игроки «Авангард-2003» Алексей Прокопенко, Данила Ганин и Артем Свящев в составе национальной сборной победили в мировом Кубке Вызова. Спортсмены с удовольствием демонстрировали медали с магической для любого хоккеиста надписью «Канада». В матче открытия Алексей Прокопенко отметился голым. Получается, нас выпустили на смену в зоне соперника. Я выиграл с Брасни, а нас Сычева. Сычев бросил, и я, получается, сыграл на добивании и забил. По ходу турнира российская команда сыграла со сверстниками США, Канады, Финляндии, Швеции и Чехии. В финале наша сборная обыграла американцев со счетом 6-2. Мещи принимали участие во всех шести матчах. Российская команда завоевала Кубок Вызова второй год подряд. Ровно неделя остается до запуска в Омске проекта «Опера HD». Балетные и оперные трансляции запустят на большом экране в одном из кинотеатров. Сезон откроется феноменальные травиаты из парижской оперы. Здесь, по задумке авторов, главную героиню превращают звезду Инстаграма с миллионом подписчиков. Так постановки придали актуальности. 20 ноября можно будет увидеть эту работу. В декабре состоится еще два показа. Тунжуан Моцарта из королевской оперы в Лондоне покажут 4-го числа. 28-го будут транслировать щелкунчика в исполнении артистов королевского балета. Билеты доступны на официальном сайте проекта. И последнее. Амичи могут познакомиться с кубинскими крокодилами. Животные поселились на выставке подводного мира «Наутилус». Двух новых обитателей привезли из Екатеринбурга. Этот вид называют еще «жемчужными крокодилами» за их необычный окрас. Экзотические гости уже освоились на новом месте и будут рады принять гостей. Далее в нашей программе прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра, 14 ноября, по региону переменная облачность, в Омске снег. Температура в городе ночью до минус 13, днем 10 градусов ниже нуля. В районах завтра без осадков. Ночью термометры покажут 12 мороза, днем до минус 11. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. До встречи в 19 часов 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова